Айбек Кучуманов не первый год тонирует стекла автомобилей на одном из рынков столицы. По его мнению, для того, чтобы водитель не попал в ДТП, ему нужна комфортная езда. Покрытие стекол машины в один тон здорово помогает при вождении. В первую очередь спасает глаза от солнечных лучей. Как признался мастер, в последние дни из-за того, что ГОБДД уже не штрафует за тонирование, клиентов у него намного прибавилось и даже встают в очередь. Я считаю, что если вообще тонирование было бы законом, то фактов ПДД было бы меньше. Эта услуга сейчас недорогая, минимум 500 сомов, в зависимости от качества покрытия. В последние дни у меня, кстати, увеличилось число желающих тонировать все стекла автомобиля. И в самом деле, с нового года на улицах столицы все чаще можно заметить автомобили с полными тонированными окнами. По закону это запрещено. Но вот уже около 20 дней в рамках нового кодекса о нарушениях никто за этим не следит, так как полномочия по контролю за тонировкой перешли в ведение Минтранса, а сотрудники министерства до сегодняшнего дня отказывались выполнять несвойственные им функции. И только с сегодняшнего дня начали проверки совместно с сотрудниками ГОБДД. Теперь, кстати, штрафы за тонирование передних и лобовых стекол увеличилось до 5500 сомов. Принятие мер именно по 129 статье органам внутренних дел. С сегодняшнего дня с Министерством транспорта и коммуникации совместно ГОБДД организовывается рейд именно по тонировке. Наши сотрудники будут останавливать данные транспортные средства. Сотрудники Министерства транспорта и коммуникации составлять протоколы и принимать меры. Кстати, сами водители, которых мы успели опросить, оказались противниками тонировки. По их словам, не нужно было передавать функции дорожных инспекторов Минтрансу. «Обратно вернуть или вообще разрешить тонировку? Вот два варианта. ГОБДД перевидать обратно или разрешить тонировку? Потому что сейчас видели, сколько тонированных ездит с того момента. Каждый пятый тонированный. Может, я тоже поеду затонировать». Как отметили в Министерстве транспорта и дорог, к сожалению, при составлении кодекса о нарушениях комиссия не учла предложения их ведомства. «Непосредственно они находятся при Министерстве транспорта. В Министерстве транспорта были рекомендации по изменению и внесению этих изменений. Они были даны. И со стороны Министерства транспорта были направлены в эту комиссию, которая рассматривала непосредственно эти вопросы по внесению новых изменений в соответствии с этим кодексом. Но, видимо, в процессе работы какие-то моменты, наверное, не были рассмотрены. И, соответственно, эти вопросы вновь были пересмотрены». Таким образом, есть возможность того, что инспектора дорожной безопасности снова будут следить за покрытием тонировки вашего автомобиля. И в этот раз штраф будет намного больше, чем в прошлом году. Продолжение следует...